Привет, друзья! Разрешите мне представиться. Меня зовут Сергей Федоров. Я буду вести тренировочный цикл, тренировочный курс «Новый уровень». То есть сейчас этим видео я хочу рассказать подробно, что же будет на этом курсе, как мы с вами пойдем и к чему мы должны прийти в конце концов. Для начала необходимо познакомиться. Я спросил в сообщениях у вас, чтобы вы рассказали немножко о себе. Это даст мне возможность ближе узнать вас и понять, что вы ставите на первый план, чему вы хотите научиться и что вами движет в вашем же развитии. Давайте я немножко расскажу о себе. Почему мне можно доверять, почему я тренирую и почему я взялся вот за такую миссию, как проводить тренировки для вас. Еще назвал «Новый уровень». Итак, первый этап. Кто я такой? Меня зовут Федоров Сергей. Мне 45 лет. Я с недавнего времени проживаю недалеко от Анапы. Родился в Чувашии, в городе Новочебоксарске. Город численностью чуть больше 90 тысяч человек. Его еще называют в простонародье не Новочебоксарск, а Дновочебоксарск от слова «дно». На самом деле город очень красивый. И я понимаю, что всю красоту города делают те люди, которые там живут. То есть, если вы все время позитивны, и ваша цель не просто жить в каком-то окружении в определенном и привыкать к этому окружению, а строить вокруг себя благоприятную атмосферу, благоприятное окружение, тогда это окружение начинает меняться. Так было со мной в Новочебоксарске. Кто я такой вообще? Как бы я себя оценил? У Брайана Трейси есть... Кто знает, это наш мотиватор и психолог такой современный. У него есть такой урок. Если вы хотите узнать, что думают о вас люди, каким бы вы хотели быть вообще в жизни, как определить свою миссию, представьте, что вы умерли, и что бы вы хотели, чтобы было написано на вашем надгробии. О чем люди говорят? О чем бы люди говорили о вас? Так вот, я себе придумал такой образ и миссию, и, наверное, это будет правильно по отношению ко мне и всем ко моим действиям. Я тренер, который сначала был спортсменом. Самое простое. По сути, мне пофиг, как меня будут называть, но вот так я себе считаю. То есть сначала я был завсегдатым спортсменом, и спорт для меня являлся каким-то частью моей жизни. Действительно, куда я уделял все-все свое свободное время, и даже сбегал уроков для того, чтобы пойти дополнительно раз на тренировку. Мне нравилось делать что-то постоянно, усердно, понимая, что в конце я получу обязательно какой-то результат. Чем я занимался? В один и тот же момент, в один и тот же миг, я занимался и плаванием, и самбо, и ходил в бокс, и еще танцами. Сейчас, когда прошло столько времени, и я смотрю на себя со стороны, а это было в первом классе, кем бы я мог стать, если бы занимался усердно. Какой образ рисуется сейчас мне, как уже опытному тренеру, разговаривая с человеком, который занимается и плаванием, и самбо, и боксом, и танцами. Я бы мог стать вот таким вот самым мощным человеком, дерзким, но резким, как пуля. Дихим, дерзким, как пуля резким. Обладающим всеми навыками для того, чтобы быть успешным спортсменом. Но, скорее всего, это только по версии своих родственников, которым хотелось, наверное, чтобы у них, их ребенок, занимался спортом. Вот. Но что произошло дальше? В плавании я все время тонул, и мне казалось, это такой рутиной, что я опять буду испытывать какую-то трудность в развитии, тяжесть в развитии, сложность. И я заметил, что все время я находился один. То есть я плавал не в группе, а нас было там 2-3 человека, причем те двое были достаточно уже опытные ребята, хорошо плавали, а мне почему-то это давалось с огромным трудом, и с такой вот физиономией я все время шел на дно. А в самбо, после проведенных соревнований, я подавал очень хорошие надежды, и мои самые первые соревнования были чемпионат республики, куда меня тренер выставил с надеждой, что я всех мочкану, либо он просто хотел посмотреть мое боевое крещение. После этого на меня посмотрел так отец и сказал, может, не надо тебе туда ходить, потому что я проиграл на втором круге с болевыми. Прием мне просто перетянули все руки, я не мог их ни согнуть, ни разогнуть, и мама всю ночь ставила примочки. Короче, опыт был такой, что мои родственники, мои родители решили, что этим заниматься мне не нужно точно, и это не пригодится. Но, если честно, мне было интересно этим заниматься, ведь я занимался два года. Что было с боксом? В боксе я понял, что это не мое, я занимался посредственно, и здесь уже параллельно мне было интересен, скажем, ну, ты занимался самбо, боксом, больше, ой, самбо, плаванием больше тратил время там. А в боксе, когда одевали тяжелые перчатки, прям страшно тяжело было, и получать по шеям это тоже было неприятно. Я был маленький щупленький мальчик, которого всегда ставили как грушу для битья. Вот. И в танцах, в танцах все было хорошо, там были одни только девочки, и из мальчиков я был один. Я не знаю, почему туда пошел вообще, мне было интересно. Но во время занятий, во время тренировок, представляете, в компании, где 20 девочек и один мальчик, и нужно было разучивать парные танцы, каждая девочка должна была танцевать с мальчиком. Этим мальчиком был я. Когда они танцевали по одному разу, мне приходилось танцевать 20 раз. Поэтому число девочек в классе танцев все росло, и я все сильнее и сильнее понимал, что отсюда пора болеть. Вот. Все было это так. Все было не то, и не так, как мне хотелось. На самом деле. Я все время оглядывался в какую-то другую сторону, и это было до тех пор, пока я не увидел вот это. Когда я увидел этот космический аппарат, мне стало чуть-чуть не по себе. Я не понимал, кто на нем может сидеть, кто на нем может ездить, и что на нем можно кататься каждый день, и тренироваться, и соревноваться. Это же кайф. Я чувствовал себя просто суперменом. Я даже видел, как я выгляжу на таком велосипеде. На самом деле он выглядел так. Это первый велосипед мой, старший шоссе спортивный. Но мне было все равно, потому что у меня не было велосипеда тогда вообще. И любое средство передвижения для мальчишки в третьем классе, это было... Во втором классе это было просто высокой мечте подобно. Дальше были 11 лет тренировки, соревнования, сборная. Я учился в школе-интернате спортивного профиля. Раньше он так назывался. Сейчас школа высшего спортивного мастерства. Ну, пока не произошло на соревнованиях один раз в Душанбе вот такая вот картина, когда мы попали в очень сильнейший завал. И я травмировал серьезно колено. А когда ты находишься в сборной, любая серьезная травма... То есть любая травма может быть серьезной. Она и есть серьезная, по мнению тренеров, потому что ты уже не можешь выкладываться, как и раньше, на тренировку. И, скорее всего, твой организм будет очень сильно реагировать на запредельные нагрузки подготовки к каким-то соревнованиям. Потом череда неприятностей пошла. Я ушел с этого спорта. Вдарился в учебу, потому что учеба у меня отлетела на очень дальний план. Представляете, мы уезжали после Нового года в середине января в Душанбе и возвращались только в мае на первое наше соревнование. Какая может быть учеба для ребенка? К нам приезжали учителя, но этот учитель был, как в первом классе, учитель по музыке, по пению, по физике, по русскому и литературе. Понятно, что им также было тяжело нас преподавать, потому что у нас все время тренировки, мы уставшие, у нас циклы, у нас подготовка, у нас соревнования и так далее, и так далее. Вот, я взялся за учебу, начал наверстывать и впущенное и поступил в химико-технологический институт в Казань, но вылетел с треском через год обучения и попал в армию. Вот здесь я в армии, прослужил два года и вернулся обратно для того, чтобы начать взрослую жизнь. Наступил 90-й год, в стране разруха, секции закрываются, как это все было, куда пойти тренироваться, я не знал, потому что для спорта я уже был старый, для того, чтобы куда-то записываться, не брали нас просто туда, куда хотели, было закрыто, тогда еще и карате был под запретом. Хотя очень многие ребята начали заниматься именно этим видом единоборств и собирались где-то в подвалах, в рощах и так далее, на стадионах нет, но в закрытых помещениях. Тут мне попался на глаз вот этот наш знаменитый чувак, который посмотрел, сказал, ни хрена себе, какой он здоровый, я тоже хочу быть таким. И в это время параллельно начали открываться качалки, и мы все рванули туда. Это то место, где нас ждали, потому что это были первые коммерческие качалки, они выглядели примерно так, не было лакшери оборудования, все тащили из дома, собирали качалку собственными руками, варили и тренировались по каким-то планам, был тренер, обычно тренера были бывшие тяжелоатлеты, те, кто брал в руки гантели и штангу, учили нас непосредственно базовым упражнениям, дальше мы покупали какую-то непонятную литературу, переводили ее на русский язык и пытались составить первые тренировочные планы. Но я не хотел быть бодибилдером, я хотел стать сильным. Для меня это было важным элементом, конечно, хотелось быть красивым, наверное, всем, и молодому человеку хочется быть привлекательным для второй половины человечества. Но в этой красоте я заметил некую разрозненность и оценку того, что определение красоты в плане, в соревновательном плане является субъективным мнением. То есть, для кого-то ты можешь быть красивым, для кого-то можешь быть некрасивым, и драться за это право смысла я не увидел. когда показатель силы может четко вам дать понимание того, чего вы стоите, и к чему идти развиваться. То есть, борьба за каждый килограмм мне казалась, и до сих пор кажется, наиболее приемлемым развитием, нежели быть только красивым. Знаю, что любое занятие железом сделает твое тело стойким к стрессам, прочным мышцами и здоровым организмом. Я пошел заниматься пауэрлифтингом. В пауэрлифтинге тоже события шли постепенно. Я вдалился в тренировки, тренировался, работал над собой, пробовал кучу методик, программы, и увидел некоторую закономерность, которая позволила мне вытащить свой уровень, то есть свой уровень подготовки на более высокий. То есть здесь я с легкостью жму 180 килограмм. После пяти лет пахоты я стал мастером спорта России с результатами присед 300 килограмм, жим 240, стану тяга 300 килограмм, при собственном весе 95 килограмм. Вот это одни из соревнований, где я со своей супругой, она всегда меня поддерживает, я такой был. Здесь ездили на соревнования по жиму штанги лежа, также забрал абсолютку, был очень сильным парнем, и получил на практике хороший опыт построения тренировочных программ, для того, чтобы за полгода можно было вырасти до результатов мастера спорта. Вместе с тренировками я тренировал ребят, и за то время помог, воспитал, помог, сделал одного парня мастером спорта, помог ему стать мастером спорта, федерация IPF, это не ВПО, ВПС, более строгими правилами с допинг контролем, три человека стали кандидатом мастера спорта, и также открыл детскую группу развития силы. В это время я работал в тренажерке, в тренажерку попал по совету друзей, которые мне сказали, если тебе нравится заниматься спортивной деятельностью, может быть, ты пойдешь и займешься ей целенаправленно, будешь воспитывать и тренировать молодежь для того, чтобы они получали пользу от своих занятий. И вот с 2009 по 2011 год я вел оптовый бизнес и параллельно работал инструктором в спортклубе. Да, кстати, еще начались проблемы с приставами, и один из приставов, даже не приставов, а человек, который выбивает долги, мне сказал, если ты спортсмен, нахрена ты лезешь в бизнес? Тогда меня это очень сильно задело, и я наверное понял, что бизнес это не для меня, и я больше тренер по своей сущности, чем бизнесмен и предприниматель. В 2011 году мне сказали в тренажерном зале, мне сказали, что я тренирую как на западе, это называется кроссфит. Умные люди начитались, увидели, что мои ребята на персональных тренировках ходят по кругу вокруг зала, меняют упражнения, зашагивают, запрыгивают на степы, отжимаются и делают это в виде интервальных тренировок, получают от этого кайф, и когда я один раз подошел к управляющему фитнес-клубу и сказал, что у меня пришло сегодня 17 человек на персоналку в одно время, мне пора, мне нужен свой зал, свое помещение для того, чтобы я мог там всех тренировать. тогда я понял, что пора делать что-то свое, и нужно уходить от рамок обычного фитнес-зала. Мы с женой, когда узнали, что открывается клуб в Москве, мы сели в машину и за ночь добрались до Москвы из Чебоксар. На открытие этого клуба как раз это выполнено субботу и воскресенье, мы были в клубе база, где я познакомился с Филипповым и увиденные соревнования поразили меня настолько, что я понял, чем я буду заниматься всю свою оставшуюся жизнь. Это было великое открытие для меня и некое успокоение, потому что мне не нужно было что-то искать, придумывать. Я увидел то, что уже придумано другими, мне нужно просто войти в это русло и вести свою жизнь. и я открыл свой первый клуб, то есть мой клуб находился за бизнес-центром, в котором я вел свой бизнес канцелярский, взял покрышки, обозвал таким образом, раньше было модно называть клубы цифровым обозначением и начал проводить там тренировки. Был у нас немного, два человека. Это было очень весело и на самом деле очень познавательно, потому что знать, что такое тренировка кроссфит и попробовать ее в чистом виде, тренировка кроссфит, но это совсем разные вещи. Потом было небольшое перемещение, то есть наступила осень-зима и мы переехали в женскую раздевалку. Она выглядела вот так. Это женская раздевалка в одной из фабрик нашего города, где я договорился с директором на 5 лет остаться здесь. То есть он на меня посмотрел, узнал, чем я буду заниматься. Наверное, он подумал, что я свалю уже через месяц, но мы за 2 месяца сделали вот такой ремонт, взяли деньги в кредит, там около 100 тысяч, купили оборудование и все своими руками делали. Конечно, мы еще доработали, стены покрасили и так далее. И это было нашим местом, которое мы любили, собирали здесь. И это было настолько уютным местом, что мы стали проводить здесь достаточно серьезные тренировки и результаты моей тренерской деятельности не заставили себя долго ждать. дальше я решил обучиться и получить CrossFit Level 1. Это было в 2012 году. Здесь вы можете видеть достаточно известных ребят. Тот, кто узнает. Здорово. Вот мы с ними все и учились. Это одни из первых курсов CrossFit Level 1. Который сейчас проводит CrossFit широкомасштабно по всему миру. За это время я организовал более 200 мероприятий, то есть с того времени по сегодняшней. И мероприятия были разного уровня. Это от городских соревнований простые. Видите, сколько здесь людей пришли. мы были хедлайнерами всего мероприятия и там не было вокруг ничего. Просто без какой-то рекламы сарафанным радио люди узнали, что здесь будет. Никто понятия не имел, что такое CrossFit, но всем хотелось посмотреть, что же и как это все происходит. То есть от простых городских соревнований открытых до таких проектов типа CrossFit батл, которые были в закрытых клубах, где я приглашал на то время известных спортсменов и составлял им батлы один на один. Они пытались выполнить комплекс быстрее всех. То есть это был игровой механизм, где никто не знал, какое задание будет. И каждый выбирал шарик. В шарике было одно из упражнений и то количество. И из этого составлялись комплексы. вот вы можете видеть по штанге, что штанга такая, что еще не было блинов. Это обычная штанга тяжелотетическая. Одно из известных соревнований это легенды Games, которые я открыл в 2013 году начал организовывать и все это началось у нас в городе. Здесь присутствует вся элита городская наша, то есть президент республики и наша городская администрация. То есть я им рассказываю о том, что здесь будет и что будет проходить и в чем суть вообще кроссфита. мне пришлось долго этим заниматься и рассказывать, доказывать о приемлемости методов кроссфита вообще в жизни в человеке. Как видите, всем нравится, все понимают. И более крупных клубных соревнований, куда я приглашал команды состоящие из 10 человек. То есть это одно из кадров соревнований, которые были, которые я проводил, до простых соревнований, куда приезжали люди из других городов. и конечно одного из самых крупномасштабных соревнований на более 500 человек. То есть это было мощно и феерично. Это было шоу. Подготовил. За это время мной проделана большая работа. Я подготовил. во-первых, я подготовил самого себя. Да, я участник большого кубка, наверное, всех больших кубков, которые были. Победитель Урал Атлетикс челлендж, который проходит в Екатеринбурге каждый день. Я думаю, что это должно быть каким-то показателем тех знаний, которые у меня есть. Ими я делюсь. также я подготовил команду для участия на крупных соревнованиях, свою команду, а это сделать очень тяжело, включая организаторские способности, знания, ведь каждый человек индивидуален по сути, у каждого есть свои проблемы и боли, то когда вы начинаете прорабатывать каждую боль в отдельности каждого участника, у вас получается команда нацелена на один общий результат. Вот. Также тренировал, подготовил Катю Маланину, Екатерину Маланину, участницу Большого Кубка, кто ее знает очень хорошо, Дениса Гаврилова, то есть это топ-атлеты. Не в кроссфите подготовил семикратного чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Алексея Соловьева и дал ему очень много знаний, таких как когда он уже сам самостоятельно открыл клуб, где также начал преподавать элементы кроссфит для дальнейшего развития не только себя, но и своих учеников подопечных. Все, кто знает ее, это Ольга Казанкова, также я ее тренирую до сих пор и это большой трудяга, мы готовимся дальше к новым открытиям, к новым победам. Подготовил двух участников кроссфит игр, это Никита Михайлов, Никит Николаев, которые здесь на фотографии, они как раз в Мэдисон в Америке на кроссфит играх. Ну и Оксанку Пикмолову, многочисленную победительницу российских турниров, участницу региональных игр и просто хорошего человека. Это еще не все, да, и можно было сказать кучу, много всякого разного. Я начинаю практиковать и онлайн тренировками, где создаю достаточное количество площадок, где ребята могут тренироваться, действительно получать полезный материал и готовиться непосредственно к соревнованиям. Но я заметил одну закономерность и эта закономерность считается, я думаю, что она считается одной из главных. Все то, где вы тренируетесь один, как волк-одиночка, вы не зайдете выше своих собственных способностей и представлений о возможностях. Мое мнение, и я могу доказывать и передоказывать, что когда мы работаем сообща, пусть даже удаленно друг от друга, но когда мы видим результаты других участников, которые выполнили одну и ту же тренировку, ваши усилия на выполнение этого задания, какого-то определенного задания открывают новые ваши физические ресурсы, хотите не хотите, вы делаете это гораздо лучше. Со стороны это выглядит так, что вы тренируетесь с полной отдачей, с полной самоотдачей, и это ведет вас вперед, когда вы отталкиваетесь не от своего результата, а отталкиваетесь от результатов ваших друзей, коллег, вы поднимаетесь по ступенькам гораздо выше и гораздо мощнее. поэтому итог мой необходимо тренироваться в группах и делать это сообща. Теперь давайте про курс, который тренировочную программу, которую я вам предлагаю. Эта тренировочная программа называется «Новый уровень». По самому названию говорит о том, что я предлагаю вам выйти на новый уровень общения, новый уровень тренировочного процесса, ну и на ваш физический новый уровень. Какого уровня вы сейчас многие не смогут ответить. Вы узнаете, какой вы представляете себя уровень относительно всех участников кроссфит-тренировок в мировом масштабе. И мы с вами будем карабкаться вверх, забирая каждый уровень себе в копилку для того, чтобы развиваться. То есть, это некая такая игровая форма, которая позволит вам, добравшись до 90 уровня, вы смело можете выступать на региональных играх. И вообще уже результаты показывают, что люди, достигающие 80 уровня, начинают уже смело бомбить местные соревнования. 85 уровень говорит о том, что российские соревнования уже становятся по плечу и вы находитесь в топ-пятерке. 90 уровень говорит, что вы в тройке российских соревнований, находитесь и можете смело конкурировать уже на региональных играх. То есть, это то, что я вам предлагаю на этом курсе. Наш курс будет состоять из 6 плюс 1 недели. Что такое? Почему 6 плюс 1? 6 это подготовка тренировки, 1 это контрольные тесты. То есть, 6 недель будет посвящена именно непосредственно вашему развитию. и последняя неделя 7 это контрольные тесты, где мы с вами увидим, насколько вы мощно начинаете прогрессировать ваш результат. Подготовка тренировка. В чем заключается? Подготовка тренировок состоит из трех уровней. То есть, это будут специальные уровни для новичков, так назовем их Skylight, для продвинутых это RX и для атлеты это Beyonce RX, выше продвинутых. Теперь немножко про каждый уровень в отдельности. Тренировки для новичков будут состоять из обучения, то есть, обучения гимнастическим стандартным упражнениям. Это будет не лекция, не семинар, это будет тренировочное обучение, где необходимо будет делать упражнения из всего цикла биомеханики ключевого упражнения, скажем так, который позволит вашему телу понять, привыкнуть и выстроить некий шаблон выполнения какого-то упражнения. То есть, это будет обучение, базовое силовое развитие, где мы будем только выполнять приседания, жимы, толчки, тяги. выполнимые задания, то есть, все задания, которые вам будут предложены, вы все сможете выполнить вне зависимости от того, что умеете вы прыгать двойные либо не умеете. И будут видео объяснения общей тренировки, то есть, каждое утро перед началом тренировочного дня я буду присылать видео в группе, где вы можете просто посмотреть и у вас откинутся все вопросы касаемо каких-то либо элементов. Либо если у вас возникнет вопрос, вы можете написать, я вам тут же отвечу. То есть, на тренировку вы уже придете уведомленные о том, что нужно сделать, как нужно делать и с чем вы можете встретиться, с какими проблемами, с какими трудностями. Тренировки продвинутых будут состоять из развития силовой выносливости, то есть, мы здесь не будем обучаться, а мы будем уже более-менее развиваться. специальное базовое силовое развитие, сюда включаются тренировки по тяжелоатлетике, выполнимые задания обязательно, это больше пойдут уже задания около бенчмарков и бенчмарки, тестов задания, и также видеообъяснение общей тренировки. И тренировки атлетов, тренировки атлетов состоят из развития силовой выносливости, специальное базовое силовое развитие, соревновательные задания, то есть, те задания, которые встречаются на соревнованиях, для того, чтобы атлеты могли уже в этом русле настраивать свою ментальность и свой разум к бесстрашию принятия соревновательных заданий, чтобы руки не дрожали, чтобы вы уже получали опыт перед предстоящими соревнованиями. Представляете, вам выложили соревновательный комплекс, а вы понимаете, что его уже делали. Либо такой делали, либо в этом ракурсе делали его. То есть он уже для вас не представляет особого страха и неизведанности. Тем более вы знаете предварительные результаты того, что может быть. Ну и видеообъяснение общей тренировки. Теперь те ребята, которые, скажем, относятся к продвинутым, но не умеют что-то выполнять, они могут брать любое. То есть, представляете, тренировка дня на понедельник состоит из трех, допустим, трех заданий для новичков, четырех заданий для продвинутых и пяти заданий для атлетов. Если вы продвинутый, вы можете, но не умеете что-то выполнять, вы можете у новичков взять одно из упражнений. Допустим, будут упражнения выхода сил на турнике у продвинутых. Но этот атлет, продвинутый, атлет не умеет его выполнять, поэтому он берет программу обучения у новичков. И если ему кажется простым заданием у продвинутых, допустим, Миткон какой-то соревновательный, ему интересно попросить среди атлетов, он может взять задание среди атлетов. То есть ничего страшного, если вы во время этого курса, во время тренировочного дня будете комбинировать все три уровня между собой. Вы увидите, что это приносит огромный результат. И все три уровня будут доступны каждому. Тренировочный режим состоит из следующих моментов. Это пять тренировок в неделю. Четверг и воскресенье отдых. В воскресенье мы проводим видеоразбор недели. Что было, с чем столкнулись, кому-то, может быть, нагоняй нужен, кого-то нужно поддержать, кого-то мотивировать, а кому-то дать персональное задание для того, чтобы он лучше, скажем, получил большие эффекты от тренировок. Ну вот бывает такое, что у человека все никак не получается, может ему нужно дать что-то вспомогательное. То есть это будет в разборе недели. Тренировочный режим. Теперь на вопрос в том, что кто тренируется три раза только в неделю или четыре раза в неделю. Тренировочный режим состоит из следующих. Понедельник, среда и пятница. Это основные тренировки. То есть три тренировки в неделю основные. Если вы тренируетесь два раза или один раз в неделю, я не рекомендую вам подписываться на этот курс. Вторник и суббота это вспомогательные тренировки. То есть вспомогательные, если вам нужна помощь, то есть вы ей воспользуете. Если вам помощь не нужна, вы можете им не воспользоваться. Если вы хотите достичь максимального эффекта от тренировок, конечно, вы берете их и выполняете. То есть вы можете тренироваться только три раза в неделю. Можете из вспомогательного выбрать, что вам нужно и выполнить эту тренировку. Тренировочный дневник. Показали самый последний результат, но когда вы забьете этот дневник, то вы можете, допустим, увидеть, что вместо ожидаемых 50 уровня, 47 уровня, вы получили 60 уровень. Это, в принципе, неплохо, но это выше среднего. Поэтому это говорит о том, что все хорошо, и вы увидите ваши слабые стороны относительно каждого движения. Заполнение результатов в мобильном приложении, то есть вам будет доступно это мобильное приложение Beyond the Whiteboard, приложение номер один, CrossFit App, официального офиса, не знаю, HQ CrossFit, который постоянно дополняется и анонсируется туда все самое интересное. И да, в этом тренировочном дневнике в мобильном приложении вам будет предложено все три варианта. CrossFit Skylight, CrossFit RX продвинутые и CrossFit Атлеты. То есть у вас будет много всяких программ, они будут выглядеть, сейчас покажу, вот так вот. То есть программ тренировок, сейчас я не могу ее расширить, но вот то, что вы видите, вот будет задание, допустим, и будет задание на английском языке, все. Ну, будет, я вам напишу все на русском, распишу, для того, чтобы вы поняли, что делать. Сюда просто вводите и заносите результаты. Как заносить результаты, я запишу видео отдельно для всех ребят. Вот второе задание, здесь расписал. Третье задание, здесь также расписано. Есть вспомогательные кнопки, это те, кто не понимает, допустим, каких-то упражнений. Он не знает, что такое толчок в ножницы. То есть можно открыть и посмотреть видео. Да, и все станет ясным. Здесь мои результаты стоят, поэтому вы на это не обращайте внимания. Вы можете посмотреть результаты выполнения тренировки, то есть для того, чтобы понять, за сколько вам можно сделать, за сколько вам нужно сделать и к чему стремиться. Вот ваш курс, новый уровень, который скоро откроется. То есть у вас будет... Секунду. Вам будет доступен вот такой план тренировочный. Вот видите, моя фотка, вот мой уровень. Уровень показывает ваше развитие, непосредственно складывая средние значения из всех имеющихся качеств. То есть силовые подъемы. Вот видно, что у меня скорость слабая, выносит чуть больше, работа с весом тела еще чуть выше. Остальные все вроде в норме. Вот эти вещи характеризуют меня как неподготовленный атлет. И если я буду тренировать скорость выносливости и работу с весом тела, то мой уровень резко вырастет. И можно посмотреть также эволюцию моего фитнеса уровня, когда я начинал в 14-м году. 73-й уровень был, потом дошел. Вот здесь вот 90-й, 81-й уровень. Это как раз мои выступления на соревнованиях. И здесь потихоньку-потихоньку все сходит на нет. Просто потому, что я меньше стал уделять времени тренировкам. Но благодаря этому курсу, то есть я начну работать вместе с вами, и мы параллельно будем тренироваться. Это будет под моим личным наблюдением и личным контролем. Вот тренировочный дневник. Также, что будет вестись, у вас будет отдельная группа ВКонтакте, где будут выходить тренировки всех трех уровней. Тренировки будут выходить накануне вечером. То есть вечером часов 6-7 будет тренировка на завтра. Вы сможете ознакомиться, скопировать ее, посмотреть и подготовиться морально к следующему тренировочному дню. В тренировке будет выходить кроссфит. Это метконы задания, задания на выносливость упражнений по тяжелоатлетике, либо базовые упражнения силовой подготовки. И отдельно, параллельно, вам будет предложена программа по гимнастике. Программа по гимнастике также будет разложена на 3 уровня. То есть если вы видите, что существует гимнастик, то есть в гимнастике вы где-то отстаете, приседания пистолетиком, то вы берете первый уровень и развиваетесь так, как написано там, как я вам все расписал. Либо вы можете также менять уровни и взять уровень с атлетов. То есть вы выбираете то, что доступно вам, то и вы делаете. Кому не подойдет этот курс? Этот курс, да, это не для всех. И поэтому сразу скажу. Тех, у кого нет штанги, нет гантелей, нет гирь, те, у кого нет турника, те, у кого нет скакалки, и те, у кого нет желания. Для всех любопытных, просто любопытных, этот курс будет закрыт. То есть здесь необходимо работать и достигать результатов. Тех, кто хочет работать. Для кого этот курс? Тех, кому нужен результат, и те, кто хочет развиваться. Здесь можно... Хорошо, я не буду ничего говорить больше. Ну, в том плане про строгачи. Очень хочется, чтобы вы получили достойное развитие и подумали первоначально над тем подписываться вообще на этот курс, потому что этот курс не бесплатный. Стоимость курса 6 плюс 1 неделя – 1800 рублей. Это стоимость курса. Как нужно оплатить? То есть если вы примете решение, оплатить можно очень просто. Под этим сообщением, там же, где вышло это видео для вас, напишите код 2121. И мой бот-помощник пришлет вам ссылку для оплаты, где вы можете оплатить. Дальше я вам, в принципе, там и написал, что нужно сделать. Вы скиньте скрин платежа сюда, либо мне в личку. Я открою вам доступ к группе, подключу доступ к приложению, и мы начнем. Перед началом всего нашего цикла и обучения до 6 января я напишу, то есть выложу в группе видео, как необходимо занести свои результаты. И мы с вами непосредственно начнем уже. Сначала потренируемся на пальцах, как занести результаты, запишем все свои имеющиеся результаты, которые я предложу. То есть не надо выполнять, если вы знаете, скажем, сколько раз вы подтягиваетесь строгими, сколько вы приседаете со штангой спины, все это необходимо будет записать. Для того, чтобы мы уже понимали, какого уровня вы являетесь. Нам же нужно расти. То есть сначала мы должны определить точку А, и потом точка Б. Вот, ребята. В принципе, вот такой будет курс. Вот, это нужно сделать. Напишите код 2121, и дальше действуйте по тому алгоритму, который я вам дальше дам. Ссылку на группу пришлю, вы мне скинете скрин, я вас добавлю в группу. Эта группа закрытая, специально для вас. По окончанию курса с группы будут все удалены, и мобильное приложение также для вас закроется. но вы можете продолжить им пользоваться, как я вам скажу на курсе. На этом все. С вами был ваш тренер. Пока, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова